Еще в рамках подготовки к Олимпийским и Паралимпийским играм на курорте, согласно требованиям, была проведена работа по обеспечению доступности территорий. Более 1400 объектов в зонах гостеприимства были приведены к установленным стандартам. Практика по созданию безбарьерной среды, которая действовала в период подготовки к играм, сохраняется и сегодня. Город Сочи был первым регионом, где так серьезно и комплексно подошли к вопросу создания безбарьерной среды. При подготовке к Олимпийским и Паралимпийским играм, естественно, за эти годы уже сделано немало. Сейчас мы тоже находимся в активной фазе расширения так называемых теперь эталонных зон. Точной цифры, сколько людей с инвалидностью прибудет в Сочи на матче Кубка Конфедерации нет, но очевидно, что им будет здесь комфортно. В городе есть специализированный транспорт, пандусы, светофоры с аудиосопровождением сигнала, подъемники и лифты в переходах. По словам научного сотрудника художественного музея Сергея Гриня, инвалида первой группы по зрению, главное – это изменения, которые произошли в сознании людей. Самое первое и самое основное – это как фундамент построения дома – это доступная среда в голове человека. То есть есть пандус, но на съезде стоит машина. Смысла от него нет. Работа, которую сейчас проводят в городе Сочи, осознание для чего это делается. Благоустройство в Сочи в части доступности идет в том числе и с учетом рекомендаций людей с ограниченными возможностями. И эта работа будет продолжаться.